Добрый день! Я Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В предыдущем выпуске мы посмотрели на разделы империи Карла Великого между 1843 и 1880 годами и кратковременное объединение империи под эгидой Карла Толстого в 1884-1887 годах. Так, закончилось это тем, что в ноябре 1887 года знать Восточно-Франциского королевства не сложила короля Карла и отдала корону его племяннику Арнульфу, который до того правил в Каринтии. Однако Арнульф не получил все наследие Карла Толстого, включая земли Объединенной империи. Его власть распространялась лишь на Восточно-Франциское королевство и Лотарингию. А в западно-франциском королевстве 29 февраля 1888 года наистрийская знать выбрала королем Эда, графа Парижа и героя обороны против норманов. Дело в том, что в 1886-1887 годах, естественным образом, умерли другие знатные франки, которые могли претендовать на корону. Это Газлен, Гуко Аббат, Бернард Плант-Велю, а также граф Базон в Провансе. С другой стороны, Эдони признал правившего Аквитании граф Подье Романульф. Он поддержал второго претендента на престол, Гвида из Спалетта. А после неудачи последнего объявил себя герцогом, вернее даже королем Аквитании. А предки упомянутого Гвида на самом деле были из Нейстрии, хотя сам Гвида к тому времени правил на юго-востоке Италии в маркграфстве Спалетта. Его предки правили британской маркой еще до Роберта Сильного. И вот Гвида, который к тому же пользовался поддержкой архиепископа Фулька Реймского, отправился на север на выборы короля, но потерпел на них неудачу, вернулся в Италию. А в Италии к тому времени выбрали королем другого маркграфа, маркграфа Фриули Берингария. В цис-юранской Бургундии королем стал юный Людовик. Это сын Бозона, который был одно время объявлен королем. И Людовик еще, он не только сын Бозона, он также внук императора Людовика II. То есть у него были достаточно такие серьезные основания получить престол. В транс-юранской Бургундии королем себя объявил Рудольф, который был до того там маркграфом. Он, к слову, был племянником Гуго-Аббата. Таким образом, вместо одного короля и императора Карла Толстого, который правил до 887 года, уже в следующем 888 году, мы видим целых шесть королей. И это не считая еще того, что на юге был король Памплона в земле Басков. Это в дальнейшем станет королевством Навара. А в Британии правил с титулом короля Олен Великий. Самым сильным из перечисленных королей был, конечно же, Арнольф Карентийский. Король транс-юранской Бургундии Рудольф попробовал было захватить Лотарингию и восстановить королевство Лотаря II, но получил отпор и признал себя вассалом Арнольфа. Подчиненные Арнольфу положение также приняли и короли Эд, Людовик в Провансе и Берингарий в Италии. Причем в Италии все было не так просто. Туда вернулся Гвида из Спалета, объявил себя также королем, воевал с Берингарием. Сначала проиграл, потом победил, но это будет темой отдельной передачи. Скажу лишь вкратце, что Гвида правил там достаточно успешно. Он короновался в Риме императором. А Арнольф был занят на севере борьбой с норманами, затем на востоке своих земель и не мог ответить на это. И лишь в 895 году он степел в сильную армию, отправился в Италию. Конечно же он был сильнее, чем Гвида. Разбил его, захватил Рим, короновался императором в свою очередь 22 февраля 896 года. А Гвида бежал к себе в Спалета. Арнольф пошел на него, но во время похода у него случился инсульт. После чего его армия стала отступать сначала в Рим, потом на север Италии, а потом и в Германию. А Гвида, напротив, вернул себя под контроль. Сначала Рим, а потом и север Италии. Арнольф от последствий инсульта так и не оправился и умер 8 декабря 899 года. После Арнольфа осталось два сына. Старший, незаконнорожденный по имени Цвентибольд. Это довольно странное имя, а на самом деле гармонизированная версия имени Святополк. Он был уже взрослым и с 895 года правил в лотеринге. Но в 1900 году он был убит. Об этом еще позже упомянем. А вот младший, законнорожденный сын, Ромик, был еще маленьким к тому времени. Но именно он, он исследовал престол Восточно-Францкого королевства. Он правил чуть более 10 лет. В возрасте 18 лет он умер, но так и не успел обзавестись потомством. И таким образом династия каролингов на Востоке прервалась. На западе же был каролинг, Карл, младший сын Людовика Саики. Он находился при дворе Ромнульфа в Аквитании. Он был еще маленьким. А королем Западно-Францкого королевства, напомню, был Эд. И Эд пытался усилить свою власть. Дело в том, что в 1890 году Ромнульф умер. Эд решил отобрать графство Пуатье в пользу своего младшего брата Роберта. Даже сначала казалось, что все у него получается, потому что Эбль, сын Ромнульфа, бежал. Однако контроль на Пуатье забрал Адемар, граф Ангулема. И Роберту ничего не досталось. Затем Эд пытался отобрать у сына Бернарда Плантвелю Вильгельма, или же Гийома Благочестивого, графство Бурж. В результате этот Вильгельм убил Буго, приближенного Эда, которого король назначил там графом. И Эду опять ничего не удалось. Наконец, на северо-востоке королевства, во Фландрии, правил граф Балдуин, или же по-французски Бодуэн II. И он отказался признавать Эда королем. И Эд ничего не смог с этим поделать. Таким образом, крупные сеньоры в западно-французском королевстве вели себя очень независимо. И в лучшем случае Эда можно было считать первым среди равных, но никак не повелителем над графами и герцогами. В 1893 году Карлу же исполнилось 14 лет, хотя он не был избран королем, но в силу своего происхождения считалось, что у него есть королевские права. И фульк архиепископ Рельский помазал его на царство. Между 1894 и 1898 годами, между сторонниками Эда и Карла шла борьба. На стороне Карла выступали упомянутые раньше Эбль, Вильгельм Благочестивый, а также первый герцог Бургундии Ричард, который был младшим братом Базона и, соответственно, дядей Людовика, короля Цис-Юранской Бургундии. Таким образом, к этому времени мы имеем уже три Бургундии. Вот на юге Цис-Юранская Бургундия или же Нижняя Бургундия, на карте это персиковый цвет и там правил сын Базона король Людовик. На северо-востоке Транс-Юранская Бургундия или же Верхняя Бургундия, на карте это желтый цвет. Там правят король Рудольф, а на северо-западе герцогство Бургундия в составе Западно-Францкого королевства, герцогом которой и стал Ричард. Его владения закрашены коричневым цветом. Война Эда и Карла шла с переменным успехом. В нее вмешивались и Арнольф, и Центибольд, причем зачастую не на стороне своего троюродного брата Карла, а на стороне Эда. Закончилось все в ничью. Эд сохранил корону, но при условии того, что ему наследует Карл. 3 января 898 года Эд умер и королем Западно-Францкого королевства стал Карл Третий, названный Простоватым. И не следует обманываться насчет этого прозвища. Карл не был ни глухим, ни ленивым. Первое десятилетие его правления было достаточно успешным. Он объединил земли на северо-востоке Галли, установил там относительный мир. Даже стал вмешиваться в дела соседней Лотаринги, где король Центибольд рассорился с местной знатью, предводителями которой был Регинар или же Ренье Длинная Шея. И вот в результате этой ссоры в 1900 году Центибольд был убит. А Ренье стал называть себя герцогом Лотаринги. А в 911 году, когда умер король Восточно-Францкого королевства Людовик, то он, этот Ренье, не признал власть первого некаролингского короля Германии Конрада, а присягнул на верность Карлу Простоватому. То есть, как бы Лотарингия перешла из Восточного в Западное королевство. Карл номинально получил контроль над Лотарингией. Для него это очень многое значило, потому что именно Лотарингия, это были исконные земли королингов. И вот он посещает столицу Карла Великого Ахен, он посещает дворец Майордома Пеппина в Герестале, это близ Льежа, нынешняя Бельгия. Король полностью отдается лотарингскому проекту и забрасывает дела на Западе своего королевства. Еще в 889 году на северном побережье Галлии обосновались норманны, дружина под предводительством Хрольфа, или же, как его стали называть во Франции, Ролон. Они совершали добеги и на внутренние земли, а Карлу нужен был на Западе стабильный тыл, чтобы сфокусироваться на Востоке. И он совершил нелишенную, как ему тогда казалось, смысла сделку с Ролоном. Он пожаловал ему на правах вассала несколько графств на севере Нейстрии, которые образовали герцогство Нормандия. И, наверное, он хотел сделать Ролона своим союзником, прекратить его набеги на прочие земли Галлии, и использовать его для защиты побережья от других нормандских дружин. Ролон, который при крещении принял имя Роберт и его потомки, расширят территорию герцогства Нормандия. Оно станет занимать земли от Британии до Фландрии, а знаменитый герцог из этой династии Бильгельм Завоеватель покорит Англию и станет ее королем. На Каблатаринге дела шли не совсем гладко. Герцог Ранья Длинная Шея, став вассалом Карла, все же желал сохранить положение независимого правителя и совсем не планировал, что король станет вмешиваться в управление герцогством. Хотя в 1915 году герцог умер, но его наследовал и его линию поведения продолжил сын Гизельберт или же Жибер. А на западе королевства, таким же сильным правителем, был Маркрафт Нейстри Роберт, младший брат покойного короля Эдам. Таким образом, полноправным хозяином Карл Простоватый мог считаться только в относительно небольшой области с городами Лан, Реймс, Сосон. На севере Балдуин Фландерский, на юге Ричард Бургунский, вели себя достаточно независимо. Ну а далеко на юго-западе, в Аквитане, вообще на короля не обращали никакого внимания. Там правили Эбль, Вильгельм Благочестивый, Эд и Раймонт Тулуски. В самой же южной части королевства, в графстве Барселонском, еще с 878 года, со времен Людовика Заики, был граф Вильфрод Волосатый, и после него престол переходил от отца к сыну, аж до 1410 года. Причем впоследствии, благодаря браку, они стали уже называться не графами барселонскими, а королями Арагона. И в 1258 году получили независимость от Франции. То есть Арагон стал с Барселоной независимым королевством. Попытка Карла Простоватого вмешиваться в управление Лотаринги и привели к тому, что в 1919 году у него возник конфликт с герцогом Гизельбертом, и герцог стал стать покровительством нового короля Германии Генриха Птицлова. Карла даже захватили в плен в 1920 году, а в 1922 году его стало знать в Нейстрии. Она провозгласила королем Роберта Маркрафа Нейстрии. У Карла были преданные ему вассалы, и в Лотаринги, и в Нормандии. И вот 15 июня 1923 года в битве при Суассоне сошлись войска Роберта и Карла. Армия Роберта, казалось, одержала верх, потому что Карл бежал, но сам Роберт был убит в этом бою. Впрочем, Карлу это не помогло, потому что менее чем через месяц, 13 июля 1923 года, в Реймсе состоялась коронация Рудольфа, или же, как его называют во Франции, Рауля, герцога Бургундии и сына умершего за два года до того, Ричарда. А наследником Роберта, как Маркрафа Нейстрии, стал его сын Пуговеликий. Карл простоватый был схвачен в плен Гербертом II, графом Романдуаре. Вот это очень интересная история, потому что Герберт был каролингом тоже, по самой прямой линии, более того, старшей линии. Хотя и не совсем там законнорожденные были представители. Дело в том, что его прадедом был король Италии Бернард, который был незаконнорожденным сыном Пепина, Италийского. Вот этот Бернард, напомню, восстал против Людовика Благочестивого за сто лет до упомянутых событий. Был ослеплен, умер, но у него остался маленький сын Пепин. Вот Пепину корона Италии не перешла, ему дали утешение небольшое графство Вермандуа на северо-востоке Галлии, это к югу от Фланги. Сын этого Пепина, Герберт I, породнился с Робертинами. Игорь Берт II продолжил этот союз, после битвы при Суассоне он захватил Карла Простоватого в плен и держал в заточении, ну, в общем-то, до самой его смерти. Параллельно он расширял свои владения, он контролировал архиепископство в Реймсе, почти всю Шампань, и, возможно, сколотил бы для старшей линии каролингов довольно приличное герцогство, но его проблемой было то, что по обычаю этой династии он после смерти разделил, вернее, после его смерти, его владения были разделены между четырьмя сыновьями, и таким образом что-то объединить не получилось. Вот эта старшая линия каролингов, она просуществовала, на самом деле, дольше всех других. В Вермондуа они правили до XII века, а побочная в Шини до XIV века. Карл Простоватый же вторым браком был женат на Агиве, дочери английского короля Эдуарда, и после того, как Карла захватили в плен, его жена с маленьким сыном Людовиком нашла убежище в Англии. Карл Простоватый умер в заточении 7 октября 1929 года. На троне западно-францкого королевства к тому времени прочно сидел Дольф Буркунский. Людовик оставался в Англии, его впоследствии стали за это называть Заморским. Управление Рудольфа было сначала достаточно непростым. Он воевал с Ролоном, герцогом Нормандии, который сохранял какое-то время верность Карлу Простоватому. Затем попытался усмирить лотаринцев, ничего у него не получилось. И в 1925 году он вынужден был уступить лотарингию Генриху Птицелову в обмен на часть земель в Трансюранской Бургундии. И историк Лоран Тейс пишет, что в данном случае интересы Рудольфа как герцога Бургундии возобладали над интересами королевства Франция. Хотя вряд ли он смог, наверное, подтягаться с королем Германии в то время. Далее последовала с ссора с Гербертом де Врамандуа, который после захвата Карла в плен пытался расширить свои владения и проводил активную экспансию. Рудольф усмирил и этого королинга. В 1935 году успешно отразил набеги венгров шампани Бургундию. Но 15 января 1936 года король Рудольф умер. После него не осталось сыновей. Герцогство Бургундия пришло по наследству младшему брату короля Гуго Черному. А корона Западно-Франциского королевства досталась Людовику Заморскому, Людовику IV, сыну Карла Простоватого. Этот Людовик получил корону во многом благодаря Гуго Великому, сыну короля Роберта и Марграфу Нейстрии. Это был своего рода компромисс между ним, герцогами Нормандии и Бургундиями, графами Фландрии и Пармондуа. Людовик IV был коронован 19 июня 1936 года и сразу же даровал Гуго титул герцога Франка, второго человека в королевстве. А я напомню, что подобный титул герцога Франка при последних мировингах носили майордомы Пепениды, которые впоследствии стали королями, королинками. А история повторится. Вот эти герцоги Франции из династии Робертинов впоследствии станут королями Франции из династии Капитинков. Кстати говоря, обратите внимание, что поскольку в то время был активный переход от племенных титулов к территориальным, то герцога Франков также называли герцогом Франции. Гуго Великий поначалу хотел использовать Людовика Заморского, так же как Пепениды в свое время использовали ленивых королей. Он активно стал расширять свою власть, попытался захватить Бургундию у Гуго Черного. Впрочем, Людовик IV оказался неленивым королем и вошел в союз с тем, с кем Гуго Великий враждовал. С тем же Гуго Черным, с графами Фландрии, Тулуза и Пуатье. А у Гуго Великого образовался союз с герцогом Нормандии Вильгельмом и Гербертом Де Вермондуа. Людовик Заморский, как и его отец, хотел вернуть лотеринки и вошел в сношение с герцогом Гизельбертом, который поднял мятеж от Тона I, сына Генриха Птицелова. Атон победил и в свою очередь вторгся во владение Людовика. Вошел в союз с его врагами, то есть с Гуго Великим и Гербертом Де Вермондуа. Впрочем, Атон вскоре помирил их с Людовиком. После этого, спустя очень неподолжительное время, умерли и Герберт, и герцог Нормандии Вильгельм. И казалось, что у короля Людовика наступило очень хорошее время. Партия его врагов сильно ослабела. Вермондуа разделились на четыре части, а сам король в 942 году вторгся в Нормандию и захватил в плен юного герцога Ричарда, сына Вильгельма. Но уже в 945 году из-за предательства сам Людовик попадает в Нормандии в засаду, его берут в плен и выдают герцогу Гуго Великому. А помощь тогда пришла оттуда, откуда ее не ждали. В 946 году король Германии Атон I и король Арелата, то есть объединенных к тому времени транс-юранской и цис-юранской Бургундии Конрад Тихий пришли на помощь Людовику. Они вынудили Гуго Великого освободить короля и далее между ними, между герцогом и королем шли лишние большие стычки за город Лан. В 954 году с Людовиком Заморским произошел несчастный случай. Он упал с лошади, преследуя волка и 10 сентября этого года умер. После смерти Людовика корона западно-францкого королевства пришла к его 13-летнему сыну Лотарю. А в июне 1956 года умер и герцог Франции Гуго Великий, который, впрочем, к тому времени успел организовать передачу герцогства Бургундии своему второму сыну Атону. А герцогство Франции перешло к старшему сыну Гуго Капету. Гуго Капет был ровесником короля Лотаря и до 973 года между ними в принципе было мирное существование в основном благодаря Атону Первому, который имел очень большое влияние на западное королевство. Но Лотарь, подобно предкам, мечтал вернуть Лотарингию. И вот представился удобный случай. Дело в том, что потомки герцога Ранье Длинная Шея в Лотарингии были отстранены от власти и в 970 году бежали к Лотарю. А в 974 году при поддержке последнего и в союзе с графом Вермондуа пытались вернуть себя Лотарингию, но были разбиты Атоном Вторым. У Лотаря был младший брат Карл, который поссорился с королем и в свою очередь бежал к Атону Второму. Атон дал Карлу герцогство Нижнее Лотарингию. К тому времени Лотарингию разделили на две части. И вот король Лотарь в 978 году собирает армию, идет в поход на Ахань. На короткое время захватывает его, но Атон наносит контрудар и доходит до Парижа. В ходе этого похода в составе армии Атона идет и Карл Лотарингский, брат Лотаря. Но Лотарь получает поддержку знати Северогалии. Его поддерживают и Гуго Капет, и его младший брат Эд Генрих, который к тому времени получил герцогство Бургундия, и граф Жофруа Анжуйский. В итоге Лотарю удается отстоять королевство. А после смерти Атона Второго в 985 году он сам переходит наступление в Лотаринге и берет Вертена, осаждает Льеш и Камбре. Но 2 марта 986 года король внезапно умирает. Еще при жизни Лотаря был коронован его сын Людовик V. Это было сделано для того, чтобы обеспечить беспроблемный переход короны. Так оно и произошло. Людовик V был коронован, получил прозвищ Льнявого короля. Хотя на самом деле справедливее было бы сказать, что это король, который ничего не успел сделать. Он был еще достаточно юным, но спустя год после того, как он зашел на престол, 22 мая 987 года в результате несчастного случая на охоте Людовик V умер. Ему было тогда от 20 до 21 года. И после его смерти сыновей не осталось. В Сан-Лисе собралась ассамблея франков для выбора следующего короля. Туда прибыл Карл Платаринский, который был сыном короля Людовика Замурского, младшим братом короля Платаря и дядей короля Людовика V и последним представителем прямой династии Каролингов. Однако ему припомнили и ссору с Лотарем, и бегство Каттону II, и то, что он пошел в составе армии Каттона против западно-францкого королевства, и в итоге знать франков отказалась признать Карла Лотаринского королем и выбрала королем Куго Капита, герцога Франции. С него началась династия Капитингов, которая правила во Франции до 1848 года. Традиционно, хотя это не было оформлено каким-то актом, он с 1987 года говорил о королевстве Франция, тогда как ранее говорили о западно-францком королевстве. Карл Лотаринский пытался оказать сопротивление, был захвачен в плен вместе со своим сыном Людовиком и провел остаток жизни в заточении. Умер он где-то около 995 года, считается так. Его сын Атон правил Нижней Лотарингии до своей смерти, между 1005 и 1012 годом. Второй сын Карла Людовик, который с отцом был первоначально захвачен в плен. После смерти Карла, по всей видимости, был выпущен на свободу и в 1009 году он упоминается при дворе герцога Квитании Вильгельма V. Братова. Наконец, младший сын Карла, которого также звали Карл, жил при дворе своего старшего брата Атона Лотарингского. Но, по всей видимости, умер раньше брата. Это были последние прямые представители каролингов, происходившие от Людовика Благочестивого. Как я уже говорил, были еще представители старшей ветви, происходившие от Пепина Италийского, хотя и через незаконнорожденного короля Бернарда. Они были графами Вермондуа и род Карла Великого через их линию продолжался до XII века, а по боковой ветви в Шеми до XIV века. А 3 июля 987 года, день коронации в Угоп-Капита, по сути, начинает новую эпоху в истории Франции, высокое Средневековье. На рубеже X и XI веков аналогичный переход происходит и в других частях бывшей империи Карла Великого где династия Каролингов угасла раньше. Следующие два выпуска будут посвящены истории Германии и Лотарингии в Ургундии и Италии с конца IX по начало XI века с момента смерти Карла Толстого и до восшествия на престол Солической династии. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok